Сегодня я хочу рассказать вам про Падре Пио. Это очень известное имя в Италии. Его портрет можно встретить во многих итальянских домах. И существует целый культ Падре Пио. Места паломничества Падре Пио и связанные с ним загадочные явления и чудеса, до сих пор обсуждаемые в религиозных и научных кругах. Кто же такой Падре Пио? Человек или святой, самозванец или мистик, истинно уверовавший в свои сверхъестественные способности? Падре Пио – это монах-францисканец, объявивший о появлении стигмат или ран на руках и теле в местах, где был распят Иисус Христос. Всю жизнь он, правда, носил специальные повязки на руках, скрывавшие эти стигматы. Тем не менее, существует немало свидетельств очевидцев и даже осматривавших его медиков, подтверждающие наличие стигмат. После смерти Падре Пио и осмотра тела стигматы якобы полностью исчезли. Теперь немного истории. Настоящее имя этого человека – Франческо Форджоне. Он родился в 1887 году на юге Италии в местечке Петро Альчино в небогатой, но религиозной семье. Франческо с детства отличался слабым здоровьем. Он мечтал о том, чтобы стать священником и с детства служил алтарником в приходской церкви. В 1903 году Франческо вступил в новицеат францисканцев-капуцинов. Годом позже он принял временные обеты в этом ордене. Он взял себе монашеское имя Пио в честь святого папы Пио V. Святого покровителя Пио Тральчино, родины Падре Пио. Слабое здоровье не позволяет брату Пио исполнять свое служение в монастыре. Его постоянно отправляют домой на лечение. После начала Первой мировой войны он периодически призывался в армию, однако всякий раз отправлялся в отпуск по болезни. В 1916 году он впервые попал в небольшой монастырь в Апулии в деревне Сан-Джованни-Ротондо, затерянной на склонах Монте-Гаргано. В этом монастыре, за исключением нескольких кратких отлучек в армию, в первые годы он проживет более 50 лет. В 1918 году у Падре Пио на руках и теле образовались стигматы. Раны в местах расположения ран распятого Христа. Стигматы не исчезали у него до самой смерти. Раны, в особенности на руках, сильно кровоточили, что причиняло Падре Пио сильные страдания. Он носил специальные повязки. Стигматы неоднократно осматривались независимыми врачами, которые, однако, не пришли к определенному выводу относительно природы этих ран. Очередь на исповедь к Падре Пио составляла несколько дней. Столь большая популярность Падре Пио повлекла криток больших денег и пожертвований от верующих. Некогда беднейший монастырь в пустынной, труднопроходимой местности превратился в процветающий центр паломничества, располагающих огромные по тем временам финансовыми возможностями. В 1940 году Падре Пио и несколько его духовных детей обнародовали проект создания в Сан-Дживане Ротондо больницы для нуждающихся. Больница была открыта в 1956 году и названа Дом облегчения страданий. Больница Падре Пио считается одним из главных достижений в деятельности монаха и была построена исключительно на пожертвования, собранные Падре Пио. Несмотря на одолевающие его всю жизнь недуги, Падре Пио прожил довольно длинную жизнь и умер в возрасте 81 года в 1968 году. Незадолго до смерти он объявил о таинственном исчезновении стигмат, что подтвердило обследование его тела после смерти. В настоящее время местечко Сан-Дживане Ротондо является известным местом паломничества культа Падре Пио. Здесь находится как старая церковь, где служил Падре Пио, так и новая, построенная позже, по проекту знаменитого архитектора Рейнсо Пиано. Именно здесь можно увидеть нетленное тело святого Падре Пио. Внутри можно увидеть также интересные интерьеры, на стенах мозаики на религиозные сюжеты, воспроизводящие сцены Нового Завета. Тело Падре Пио хранится в стеклянном саркофаге. К нему стоит очередь верующих и просто туристов. Падре Пио все же был признан католической церковью уже после его смерти и канонизировал 16 июня 2002 года папой Иоанном Павлом II. Конечно, у Падре Пио было много критиков и среди Ватикана, и среди представителей научных кругов. Некоторые считали его искалечившим себя психопатом. Кто-то даже приписывал ему связь с мафией по отмыванию денег. Критике подвергалась даже коммерциализация монастыря Сан-Дживани Ротондо, связанная с Курсом Святого. Но все же больше существует свидетельств о необыкновенных душевных качествах Падре Пио, как человека истинно верующего, искренно любящего и желающего помочь приходящим к нему за помощью людям. Существует немало свидетельств исцелений и огромного влияния на судьбу многих людей, побывавших у него. Поэтому не удивляйтесь, если, посетив дом какой-нибудь итальянской семьи, вы обязательно увидите на стенке скромный портрет с благословением от Падре Пио. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok